Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня очередной разговор на тему секонд-хенда. Сегодня будем разбирать тему, как же с помощью дешевой одежды собрать гардероб так, чтобы все вещи между собой хорошо сочетались, взаимодействовали, чтобы они не лежали мертвым грузом у вас на полках, на вешалках, чтобы все они использовались. И сегодня расскажу о тех двух способах подбора своего гардероба, которые реально работают. Я надеюсь, что сегодняшний подкаст вам понравится. И, конечно, давайте обсудим сегодняшнюю тему в комментариях. Расскажу, как я это делаю. Во-первых, первый вариант, который подходит абсолютно для новичков, состоит в том, что в момент, когда вы пришли в секонд-хенд, вам хочется купить много всего, и, в общем-то, глаза разбегаются. Старайтесь все-таки себя держать в руках. Покупайте именно те необходимые вещи, которые у вас отсутствуют. Ну, это домашняя одежда, вот что-то вот такое. И следующая категория вещей, на которую стоит обратить внимание, это именно качественные, хорошие вещи, брендовые, подходящие вам по размеру, по цветовой гамме, по возрасту, как хотите. Вы ориентируетесь на эти, по цвету, по вашему стилю, по образу жизни. То есть, покупайте вещи, которые, возможно, еще не имеют пару, не имеют комплект в вашем гардеробе. Потому что, конечно же, покупки секонд-хенда имеют такой накопительный эффект, и сразу все купите, и какую-то капсулу создать сразу вам навряд ли удастся. Поэтому покупайте именно те вещи, которые вам понравились, которые хорошего качества. Знаете, что они хорошего бренда, и, в общем-то, так мал по малу основа и костяк вашего гардероба будет собираться. Также обращайте внимание при первых, скажем, посещениях секонд-хенда на те базовые вещи. Ну, как правило, это может быть белые, черно-белые, красные, синие какие-то майки, футболки. То, что может создать базу именно как первый слой в одежде. Вот эти вещи, конечно, они всегда в ходу, они всегда необходимы. Если вы уже накопили какое-то количество одежды и знаете, что конкретно у вас есть в гардеробе, можно переходить ко второму этапу. И это второй путь для тех, кто уже не новичок, кто уже имеет ту базу гардероба, да, и секонд-хенд, и не знает, как, что, куда применить. Вот второй путь предполагает уже конкретный поход. То есть перед походом в секонд-хенд вы пересмотрите свой гардероб. Посмотрите ту одежду, которая не имеет комбинаторности, которая не имеет комплекта. То есть если у вас есть какая-то блуза, то вы не можете подобрать к ней брюки, там, юбку. Никак она не подходит ни к чему из-за того, что у вас есть на сегодняшний день. То вы конкретно даже можете себе записывать, что конкретно вам нужно, что конкретно вы будете искать в секонд-хенд. Дети, этот лайфхак на самом деле очень хорошо помогает и очень хорошо работает. То есть вы перед походом в секонд пишите те предметы, которые вам нужны. Но я когда уже поняла, что в моем гардеробе много одежды, которую я не могу надевать лишь потому, что ее не с чем, в общем, хорошая, скажем, юбка классная, но у меня нет к ней блузы там, или жакета какого-то, я не имею в своем гардеробе. Я просто писала, например, жакет такого-то цвета, и уже когда вы будете в магазине, глядя свой вот этот чек-лист, вы будете уже вспоминать и представлять, что конкретно вам нужно. Но это, конечно, такая подсказка, она вам поможет в конце концов не накупить ненужных вещей много. То есть пишите то, что конкретно вам нужно. Но и попутно, конечно же, обращайте внимание на те вещи, которые действительно относятся к первому этапу, к первому способу. То есть классные, брендовые, хорошего качества, в хорошем состоянии, ваш цвет, ваш размер. Такие вещи тоже не оставляйте в магазине, и тоже они постепенно будут, как звенья одной цепи, будут друг за друга тянуть какие-то вещи необходимые. Таким образом у вас создастся вот такой все-таки уже собранный гардероб. Следующий вариант, который, на мой взгляд, тоже хорошо работает, как для новичков, так и для тех, у кого уже в гардеробе есть классные вещи. То есть находясь уже в самом секонд-хенде, вы подобрали какую-то блузу, классная, здоровская, вам понравилось все. Следующий этап, вы начинаете искать в этот же день, в этот же час, то, что к этой блузе могло бы подойти. То есть сразу создаете капсулу, капсульный гардероб, который может состоять максимум из четырех вещей, ну, как минимум из трех-двух вещей, подходящих к одному предмету, вы должны собрать. Конечно, вся комбинаторность сбора, она осложняется тем, что вы на вешалке можете видеть один, скажем, силуэт, один вариант. Когда вы примерили вещь на себя, результат может быть совсем другой, неожиданным. Поэтому, когда вы собираете вещи капсульные, да, в капсулу, как минимум четыре-три вещи, вы обязательно зайдите в примерочную, хотя бы просто приложите. Лучше, конечно, примерить, потому что силуэты и пропорции, они тоже большую роль играют, когда вы покупаете несколько предметов сразу. Это займет больше времени. То есть, ну, кстати, вы также можете собрать и несколько комплектов сразу. Если в секонд-хеде дозволяется, скажем, брать в примерочную более десяти вещей, вот вы десять вещей берите. Но старайтесь их уже в готовом, скажем, комплекте примерять, так, чтобы посмотреть, как они в деле между собой работают. Вот второй вариант, он, как я уже сказала, такой более продолжительного времени стоит, но на самом деле он более эффективный. Таким образом, вы не купите вещи, которые будут ждать своего часа, будут ждать свою пару, будут ждать своего партнера. Таким образом, придя из магазина, вы уже знаете, что у вас есть несколько комплектов, как правило. Уверена, что если вы вот такую капсулу купите, состоящую, скажем, из трех из четырех предметов, то обязательно в вашем гардеробе найдется хотя бы одна вещица, которая в этот капсульный гардероб обязательно удачно впишется. Либо какие-то эксперименты вы можете делать, поэтому это очень такая интересная игра, это очень увлекательно, это занимательно. Поэтому попробуйте использовать вот несколько таких способов подбора и сбора гардероба вот при посещении секонд-хендов. Конечно, не забывайте о том, что секонд-хенд – это поход за удачей, это покупка кота в мешке. У меня были моменты, когда я покупала вещи на вес, и там уже, когда вещь стоит буквально какие-то копейки, уже не задумываясь, я покупала вещи, даже не знала, как я их могу вживить в свой гардероб, но придя домой, оказывалось, что да, у меня есть вот к этой блузе, к этой рубашке брюки какие-то, либо юбка какая-то, вот таким образом. Все складывается, ваша насмотренность и ваш навык, ваш опыт, он приходит со временем. Поэтому, если вы сделали какую-то неудачную покупку в секунде, не огорчайтесь, вас должно успокоить лишь то, что вы не купили какую-то дорогую вещь, которая после стирки потеряла свой внешний вид, а вы, как говорится, отделались легким испугом, и следующий ваш поход будет более удачным. А те вещи, которые вам не подошли, вы можете либо продать, либо отдать, подарить, и кому-то тоже сделать приятное и передать вещь тому, кому она действительно нужнее, более подходит, и действительно она будет радовать. Давайте поделимся в комментариях своими впечатлениями, напишите, что вы по этому поводу думаете, каким из способов подбора и сбора аутфитов из секунда вы пользуетесь, первым, вторым или третьим, то есть вы покупаете все подряд и потом дома со всем этим разбираетесь, либо вы список составляете, что вам конкретно нужно, и занимаетесь конкретным поиском, либо вы прям единовременно собираете какие-то аутфиты и уже дома начинаете их просто приводить в порядок, с удовольствием носить и не тратя больше времени на какие-то комбинации и не включаете, как бы, вот эту вот свою чуйку, чтобы искать, что же у вас есть такое. И не забывайте, мои дорогие, время от времени свои вещи, свой гардероб все-таки перебирать. Есть, конечно, вещи, которые односезонные, вы поносили сезон, и вы уверены, что их не наденете, но одно правило, которое мне помогает, во всяком случае, не захламлять свою гардеробную, это то, что если я какую-то вещь или какой-то предмет не доставала в течение года, значит, он мне уже не понадобится. Я смело и без сожалений с ним расставалась. Так что периодическое расхламление тоже поможет вам открыть какие-то забытые предметы, которые, возможно, вы просто забыли, что они у вас есть. У меня несколько раз было такое, что я приходила из секонда. Конечно, все дела заботы, там перебежки между работой, какие-то дела по дому. Я просто оставляла в шкафу пакет и забывала. Спустя там какое-то время начала расхламлять свой гардероб, обнаруживала мешок одежды и думаю, когда же я это купила. Вот такие вот тоже моменты могут быть, когда вы много делаете покупок и когда, скажем, к вещам у вас ровное, спокойное отношение. Вы относитесь к этому как к игре, как к развлечению, как к хобби. Некоторые из посещений секонд-хенда делают и свой бизнес, ни для кого не секрет. Так что выбор за вами, а свои впечатления обязательно напишите в комментариях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. В следующем видео я вас приглашаю в секонд-хенд, в примерочные обязательно покажу те вещи, которые я подобрала для своего гардероба. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok